Всем привет! В эфире «Боя на неделю» с Иваном Величко сегодня в выпуске. Чемпионский роддом, неожиданная встреча и народный валидатор. В совете с размещением великой колькости туристов в минских интернатах, столичные студенты вымышены шукать часовое житло. На передо дни чемпионата света по хоккею городские службы обновляют дорожную разметку. Жадающие провести отпочинок на курортах Крыма, повинны сдать экзамен по правилам безопасности на воде. В российском прокате фильм «Капитан Америка» будет носить назву «Полковник Россия». В минувший четверо Палац Республики отбылась церемония ознагороджения лепших телевизионных программ «Елевершина-2014». Об надеях и расшированиях конкурсу у нашем наступном репортаже. У меня в руках заветная статуэтка «Елевершины», которая достанется лучшим телевизионщикам страны. Бояны недели претендовали на «Елевершину» в таких номинациях, как «Чушь полная», «Откуда вы такого ведущего педика взяли?» И я в школе лучше шутил. К сожалению, в этот раз все почетные награды достались только государственным телеканалам. На минулый недель на площади «Свободы» в Минске появилась скульптура Войта, либо «Керевника-магистрата». Новый символ столицы, який усталеванный носу против холодных вохода в ратушу, держит в руках ключ от города и королевскую грамоту. Не все знают, что данная скульптура является точной копией памятника вождю мирового пролетариата, установленного возле дома правительства. Она была создана на средства Компартии Беларуси, и на самом деле в руках у нее не ключ и грамота, а серп и молот. В связи с последними событиями в Украине, Ленина решили замаскировать от греха подальше. И лишь завтра, 22 апреля, она предстанет перед туристами в своем первоначальном виде. В 16-х окрасовика у Вильни лидеры белорусской оппозиции сострелись с делегацией США, начали с сенатором от штата Аризона Джоном Маккином. На сострече обмерковывались белорусско-американские односины, проведение справедливых выборов и вызволение политичных зневоленных. Смех смехом, но в ходе переговоров американцам удалось убедить белорусских оппозиционеров в том, что выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с международными стандартами. А политзаключенных в стране нет. Есть лишь фигуранты уголовных и экономических дел. В свою очередь белорусы отметили, что господин Маккейн подозрительно хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси и весьма бегло говорит на русском языке с легким карелическим акцентом. Дванадцатого красовика у Беларуси прошел республиканский субботник. На будовництве новой родильни 5-й городской больницы разом с кировником державы працавали чиновники, студенты медуниверситета, а так само трехразовая олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. При этих словах Даша напряглась. Так вот чем на субботнике заниматься придется. А говорили, бетон заливать будем. Не сейчас, конечно, не сейчас. Года через 3-4. Фух, пронесло. Хотя, с другой стороны, что значит года через 3-4? Бьерн Даллену-то, между прочим, уже сороковник. Как бы вообще мимо кассы не пролететь? Впрочем, наши чиновники приказы выполняют быстро. Сказано отдельную палату, выделят отдельную палату. Ну я вам скажу больше, там выделили целый этаж, так что... Да не вопрос, нужно и этаж. Но, чтобы лишних претензий не было, этажом ниже решено поселить Аллу Цупер. А еще ниже Надю Скордина. Да ладно, что там мелочиться? И для Антона Кушнера этаж найдется. Чемпион, правда, сначала отказывался. Ой, ну не могу я. Ну как-то неудобно. Не мое это, что ли. Но куда деваться? Партия сказала надо, значит надо. Я всегда рад участвовать. А вот когда позвонили, пригласили, я согласился. Потому что нельзя определять, когда люди устраивают такие акции, мероприятия. Тем более, что касается детей. Вот и славненько. Страна ждет пополнения в рядах чемпионов. Тем более, что все благоприятные условия для этого уже созданы. Новая система оплаты проезда в громадском транспорте выкликала шквал крыток из боку пассажиров. Валидаторы, кожный из яких обушелся бюджету по цене планшетного компьютера, отмаулялись осчитывать дадинные с карток. А Минск Транс обязал ликвидовать неполадки у самые короткие термины. Учитывая выявленные проблемы, железная дорога, в свою очередь, решила не спешить с вводом электронной системы, а сохранить знакомый, до боли, контактный способ оплаты проезда. Причем теперь права взимать плату за проезд получат не только кондукторы, но и машинисты. С 26-го кроссовика по 25-го мая у Национального мостатского музея Республики Беларусь будет демонстроваться Великая императорская корона Российской империи. Ее и корновались все императоры России, от Катярыны Великой до Николая Другого. Что характерно, корону к нам привезут без императора. То ли государь занят своим южным походом, то ли россияне еще не определились, какой из императоров им нужен. В крайнем случае, россияне могут быть уверены, братский белорусский народ готов поставлять на экспорт не только трактора и бульбу, но также и монархов самого высокого качества. Купляйте, как говорится, белорусское. Депутат Держдумы России Ауген Федоров рассказал на своем сайте, что ведомый музыкант Виктор Цой был агентом ЦРУ, а все его опошние песни писались в Голливуде. Все последние песни Цой сам не умел их писать, он писал их в коллективе. Ему привозили от Америки. Он профессионально? Профессионально в Голливуде писали люди песни. Это заявление было сделано после того, как ФСБ рассекретило неизвестные факты биографии культового музыканта. Воспитанник детского приюта в Сеуле. Цой был усыновлен американскими родителями, проходил службу в спецназе США, а позже был завербован ЦРУ и переброшен в Ленинград под видом машиниста-котельной. Впрочем, это не единственный пример работ ЦРУшных песенников на советской эстраде. При их участии в эфире появились такие подрывные шлягеры, как Путана и Американ Бой, антиправительственный пасквиль «Эй, вы там, наверху», а также гимн советских наркоманов «Трава у дома». В мае нас ждет сразу несколько дней победы. В том числе победа белорусской сборной на чемпионате мира по хоккею и, конечно, первое место на Евровидении, которое нам добудет Тео, между прочим, получивший только однократную визу в датском посольстве. Привет! Приветствую. Слушай, ну а почему только однократную визу? Не понимаю, почему, но, видно, побаиваются белорусов там. Однократную на пять дней? Две недели. Ну, я так понимаю, раздали 14 дней, все-таки рассчитывали на то, что в финал попадаешь? Ну, если подходить с этой стороны, думаю, что да. Многие журналисты утверждают, что Тео – это не твое настоящее имя. Да, не настоящее. Они заявляют, что если расшифровать псевдоним Тео, то получается Тимофей Эдуардович Остапчук. Лихо ты зашифровался. Вообще так меня хотел назвать бабушка. А я думаю, почему бы и нет? Слушай, ну если серьезно, почему Тео? Что это означает? Да я просто гуглил, когда вот пришла идея заняться сольным творчеством, помимо вот работы в оркестре у Финберга, решил придумать что-то лаконичное, запоминающееся, не более того. То есть какой-то там глубокий смысл и какая-то предыстория или легенда, которую, наверное, ожидаемо, все проще. То есть это не первый вариант из трех букв, который тебе пришел на ум? Не первый. Во время создания псевдонима. Скажи честно, сколько раз при создании своего клипа ты пересмотрел клип Робина Тика? Действительно, я знаю о том, что этот клип сравнивают с клипом Робина Тика, но я также мог бы смело сравнить этот клип с песней Макарена. То есть все тот же белый рир, там условно Маракасы, там еще что-то там, или дискотека Авария, Арам Зам Зам. Недоброжелатели говорят, что это, если не явный плагиат, ну, по крайней мере, уже заимствование. Ну, возможно, есть какие-то элементы, например, присутствия костюма, хотя тоже странно, я думаю, что индийский человек в Беларуси доносит черный костюм. Одну из моделей клипа Робина Тика зовут Эмили Ратайковский. Это которая? Это вот с такими губами. Ну, там есть одна вот с такими, а одна с такими. Вот с такими, да. Как твою модельку зовут? Модель зовут Ая, девочка Ая. Хорошая девочка Ая. Ты Айю берешь с собой, или ей визу не открыли? У Аи есть очень интересное предложение в другие клипы, поэтому, к сожалению. Ну, в принципе, зачем брать в Копенгаген Айю, если там будет Кончита Вюрст? О, боже. Ну, была встреча, и никуда от нее не денешься. Была встреча, ты знаешь, напряженная встреча. Все время вот правая рука. Что было напряжено во время этой встречи? Ну, ты знаешь, вроде как-то кулаки они все время на таком полустреме. Ну, честно, кто его знает, как себя поведет, человек, понимаешь? Как тебе вообще уровень Евровидения в этом году? Что скажешь о фаворитах? Сильные, слабые? О своем полуфинале этого второго выступающего? Ну, ты знаешь, о каких-то фаворитах я бы не стал говорить. Мне кажется, все скажет первая репетиция. В общем-то, она и является такой основной для всех букмекеров и каких-то прогнозов. Окей, напоследок, еще раз, для 10 миллионов наших зрителей по числам. Когда смотреть, когда твой полуфинал, когда финал? Второй полуфинал 8 мая. Я выступлю под номером 10. Друзья, поддержите меня, потому что ваша энергетика положительная. Она будет ощутима на расстоянии в Копенгагене. Я, безусловно, подпитаюсь ей, и это мне поможет. Так, и в финале какого числа на тебя смотреть? Десятого, дай бог десятого. Десятого, дай бог. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Мы желаем тебе победы. Спасибо, спасибо. Это были «Баяны недели» с Иваном Величко. Видос на титры нам изобретать не пришлось. Он и без нас порвал просторы интернета. Но после его просмотра каждый понял, что правосудие может быть няшным. Произошел переворот, власти захват вооруженный. К массовой крови привел беспредел антиконституционный. Мы не имеем морального права перед людьми. Быть в стороне наша задача – наладить работу прокуратуры. В этой стране. Власть, кровь, няш, няш. Кровь, власть, Крым наш. Власть, кровь, няш, няш. Крым наш. Крым наш. Власть, кровь, няш. Крым наш.